Доброе утро, хорошая неделя, мы продолжаем изучение Мишны. Трактат Брахот, 8 глава, 3 Мишна. Говорит Святая Мишна, Бейт Шамай омриим, иканеах, идаф бамапа у маниха аля шумхан, у вейт елель омриим аля кесет. Здесь продолжается спор между школой Шамая и школой Елеля касательно законов, относящихся к трапезе. И мы говорили, что здесь идет порядок на примере субботней трапезы, поскольку в ней есть все и благословение над вином, и благословение над хлебом, и омовение рук, и так далее, поэтому здесь продолжается по этому же порядку. И до этого был спор относительно того, как омывать руки перед хлебом. Вопрос там, что делается после омовения рук. Школыша, моя говоря, отвытирает руки салфеткой или полотенцем и кладет его, это полотенце, на стол, а школа Елеля, говорят, нет, кладет на подушку. О чем здесь идет речь, о чем спор? У нас есть такой закон, во-первых, нужно это знать, это актуально, когда мы делаем деклад и даем, как нам произнести благословение. Мы омыли руки два раза на правую, два раза на левую, как нам дальше произнести благословение. Вообще у нас всегда закон в Торе, что благословение произносится перед тем, как совершать заповеди. Оверлия Сиатан, сразу же, непосредственно, точнее, перед совершением заповеди, произносится благословение. Но с омовением рук есть проблема, почему? Потому что до того, как мы омыли руки, они еще не чистые, нехорошо произносили благословение. После того, как мы омыли, уже поздно, уже заповедь выполнена. Так как же нам быть? Так мудрецы постановили, чтобы мы омывали руки, и еще до того, как мы их вытрем, мы произносили благословение. Это считается как бы еще процессом, потому что вытирание – это часть омовения. Когда человек помыл руки, их тоже надо вытереть. И пока он их не вытер, это не называется, что он закончил исполнение заповеди. Поэтому все еще можно произнести благословение. И так мы и делаем. Омываем, произносим благословение, и только потом вытираем руки. Так, и здесь спор школы Шамая и школы Лели касается законов ритуальной нечистоты. Сейчас не буду задаться в подробности, буквально, стоя на одной ноге, расскажу, что есть определенные категории. Есть у нас нечистота, а тума делится на уровни. Мертвый человек называется авиа, вот от ума, отец отцов нечистоты. Дальше есть автума, отец нечистоты, как, например, мертвая ящерица, например. Это иметь статус отца. Потом есть решенная тума, первый уровень, то есть это не спадающий, то есть каждый из них менее строгий. Отец отцов, отец первый и второй уровень. Теперь есть определенные случаи, например, человек, который зав, у которого есть определенное выделение из тела, гнойное. Если он сел на подушку или лег на кровать, то он имеет статус решенной отца отца, а кровать или стул, на который он сел, получает статус решенной от ума, первый, то есть следующий, понисходящий. Есть такое, что, соответственно, тот, кто дотрагивается до этого, он получает следующий статус шинили от ума, а второй, но тут есть уже нюансы, зависит от того, какой именно вид нечистоты, не сюда это передается дотрагивание. Но есть такое свойство, что если была одна из семей жидкостей, например, вода, то она возвращает статус на один обратно. То есть человек, простой пример, когда мы про это говорили, что когда мы едим фрукты, которые мокрые, нужно перед этим сделать нечистот еда им, без благословения, или вытереть их. Почему? Потому что наши руки имеют статус, например, первый уровень тумы, они, в принципе, плодам не передадут дальше уже нечистоту, но если плоды мокрые, то было из-за воды, которая на них, то это, соответственно, опять плоды тоже получат статус решённый тума. То есть эта вода, она имеет свойство, что она поднимает уровень тумы на один уровень выше. Так школа Шамая говорит, вытирает руки, то есть он вытер руки с полотенцем, полотенце стало мокрое, и, соответственно, оно передаёт нечистоту, возвращает на один уровень выше, из-за воды, которая в нём. И кладёт на стол. Да, почему кладёт на стол? Потому что он говорит, что нельзя класть это на подушку, говорит школа Шамая. Потому что стол максимум может быть шинили тума, второй уровень тумы, а подушка, на которой сидят, она может быть решён на тума, более строгий уровень нечистоты. И поэтому, говорит школа Шамая, что нельзя класть на подушку, можно класть только на стол. А школа Иллия, говорят, нет, кладёт на подушку, можно класть на подушку. И там есть спор, на самом деле, заключается в том, что опасаемся ли мы, что можно ли есть на нечистом столе. Это идёт речь о том времени, когда был храм. Потому что в наше время этот закон пока что ещё не практикуется, но когда есть храм, то есть спор, можно ли есть на столе, который имеет статус ритуальной нечистоты, и школа Иллия разрешает, и такова Аллаха. И успеем ещё четвёртую мишну захватить. Здесь идёт речь не о мовении рук, которое не делать едаем, а есть у нас такой закон, мудрецы постановили, и многие этого не знают и не соблюдают, но это очень важная Аллаха, мудрецы постановили омывать руки перед едой и после еды. Но есть разница, если перед едой мы омываем всю кисть два раза, то после еды постановили из-за того, что использовалась соль из Мёртвого моря, которая была очень едкая, и была опасность, что она останется на руках человека, и человек притронется к глазам и ослепнет, потому что она очень... Так постановили омывать кончики пальцев и усы, у кого есть, после еды, чтобы не было остатков пищи. Просто достаточно чуть-чуть, да, не обязательно прям из большой кружки мыть. Называется май махрунин. Это Аллаха сегодня тоже, когда мы поели с хлебом, перед тем, как причитать бюрократ Амазон, нужно руки, кончики пальцев и усы еще раз омыть. Хотя мы сегодня такой солью не пользуемся, тем не менее, это мудрецы не сообщили нам все причины своих постановлений. Классический пример от Карасмая Махрунин, когда причина ушла, постановление осталось, потому что есть много других. В Талмуде приводится история, как это было актуально и без домской соли и так далее. Так школа Шамая говорит, что сначала нужно подмести крошки со стола, подметая дома, не весь дом, а стол. А после этого только омывают руки, то есть делают махрунин. Почему? У нас есть такой запрет в Торе Бальташхид, запрещено уничтожать еду. Если есть кусок еды размером с кезаид, размером с маслиной, это уже называется важный объем. Нам запрещено или выкидывать его, или делать так, если это, естественно, пригодно в пищу, или делать так, чтобы это стало непригодным в пищу. Так здесь мудрецы опасались, что человек будет делать моим охранением, он моет руки над столом, над столом лежат крошки, и будет брызгать вода, они станут неприятными, и он больше не сможет их съесть. Вообще нужно знать, что если эти крошек больше, чем кезаид, нужно их собрать и съесть. И вообще написано, что это уже не Аллахада, это уже Кабале, написано, что человек, который хочет быть богатым, нужно доедать крошки со стола. Что когда мы едим хлеб, остались крошки, собрать их и съесть, это сгуда на богатство, кто хочет разбогатеть. Это вообще очень важно, к хлебу нужно относиться уважительно. Стол это как жертва, не хлеб, это как жертвоприношение. Так школа Шамай говорит, что сначала нужно поэтому убрать со стола, потому что может быть там есть достаточно объем крошек, и только потом мыть руки. А школа Илеля говорит, нет, можно сразу мыть руки, а только потом подметать со стола. Почему? Потому что здесь интересно, потому что вопрос, спор между ними, можно ли нанимать слугу Ама-Араца. Нужно заметить, что во времена Мишны еврейский народ делился на разные части, и была часть, он назывался Тон-Медеха Хамим, ученики мудрецов, те, которые изучали Тору, они знали законы. Основная масса народа называлась Ама-Араца, люди земли, которые не знали законов как следует. Так школа Илеля считает, что нельзя нанимать слугу из-за разряда Ама-Араца. Почему? Он не знает законов, как у тебя будет дома кашрут, как у тебя будет дома запрещено. Если ты хочешь нанять слугу, то только можно слугу Тон-Медеха Хама, ученика мудрецов. И поэтому, говорит, школа Илеля, в чем проблема? Он посмотрит, сколько на столе осталось крошек. Если крошек достаточно объем, сначала он уберет, если он подает тебе воду, значит там крошек слишком мало осталось, и нет, по закону ты не обязан их доедать. Так школа Илеля говорит, школа Шамая говорит, нет, можно нанимать слугу Ама-Араца, и ты сам должен проследить. И здесь одно из исключений, когда Аллаха не по школе Илеля, а по школе Шамая, что можно нанимать слугу Ама-Араца, и ты сам должен следить за кашрутом у себя дома. Поэтому сначала нужно проверить, сколько у тебя осталось крошек, а только потом мыть руки. Хорошего всем дня! Спасибо большое!